Новосибирская неделя Новосибирску 125, день города, начали отмечать регулярно только 30 лет назад. История праздника. Первый день города. Покажем уникальные кадры. Новосибирск. Новосибирск. Первозданный вид вернули и дому у кабинета его императорского величества. На кирпичном фасаде теперь красуется деревянный балкон, а у центрального входа будка городового. Позже особняк ждут и внутренние метаморфозы. Реставраторы обещают перепланировку и экспозиции о ранней истории города. Уже с августа месяца здесь будет работать первая экспозиция, посвященная этому времени. Но мы планируем зайти на внутреннюю реконструкцию на следующий год. Именно для того, чтобы уже где-то года через два восстановить именно современную экспозицию того времени. Знаменитый хронометр дома с часами на Красном проспекте 11 запустили также после реставрации. Механизм решили восстановить, а не поменять полностью, ведь это дело принципа. Все детали часов – часть памятника регионального значения и реликвия для города. Механизм не случайно называют сердцем дома. Михаил Якимов выяснил, чего стоило вдохнуть жизнь в старинные часы. Это сейчас дом с часами на Красном проспекте трудно представить без тех самых часов. Но первоначально не было ни хронометра, ни даже надстроенного чердака, где теперь находится механизм. Так здание выглядело в начале 30-х годов. Часы появились чуть позже. Механизм хронометра теперь как новый. Его отремонтировали к юбилею Новосибирска. Анатолий Локоть запускает часы собственноручно. Это определенный символ города Новосибирска. Бриллиант. В всяком случае, мальчишкой, приезжая сюда, занимаясь спортом в Динамо, я всегда сверял. Остановка была там, деревья были меньше. Через них можно было посмотреть на время и убедиться, что я не опаздываю. Часы – часть памятника архитектуры регионального значения. Именно они дали дому звучное имя, известное даже за пределами Новосибирска. Механизм – историческая ценность. Менять нельзя, только ремонтировать. Благоценная была реставрация. Ремонт – это, как правило, замена, какие-то детали. Тут останавливаются детали. Так как это предмет старины, поэтому нужно было стоить в точности и без замены. Что и было сделано. Часы над зданием – это как вишенка на торте. Самая заметная деталь и самое яркое украшение. Жильцы рады, что их наконец-то запустили снова. Однако уверены, что ремонтировать пора уже и другие части памятника архитектуры. Свой дом жильцы очень любят. Ну а как его можно не любить? Столько света, благодаря просторным галереям, нет ни в одном здании. Как постройке 30-х годов, так и современном. Это сейчас со стекленными галереями никого не удивишь. Но в 30-е годы прошлого века это было настоящим новаторством. Ну это вообще первый дом галерейного типа за Уралом. И как рассказывают вообще старожилы, то есть по сведениям, значит, их не сразу застеклили. А так как роза ветров вот идет оттуда как раз, что первую зиму тут после каждой ночи, в общем, лопатами выгребали, потому что забивало снегом. Просто вот так вот. Судьба у дома непростая. Еще в советское время часто менялись собственники. Да и полноценной реконструкции не было. Ее планируют провести, но о конкретных сроках говорить рано. Здание не просто памятник архитектуры. Дом с часами входит в число лучших авангардных зданий мира. Легко заметить, что это здание выделяется даже на фоне других объектов конструктивизма. Почему так случилось? Ну, видимо, разгадка в том, что его облик, он действительно очень гармоничный, монолитный, цельный. И если мы смотрим на здание издалека, то оно напоминает нам птицу. И вот эти фасады, крылья, которые раскинуты вдоль Красного проспекта и коммунистической, они символизируют как бы устремление в будущее. Первый шаг к будущим изменениям сделан. Часы восстановили. Их не случайно называют сердцем дома. Теперь оно снова стучит. И точно отмеряет секунды для всего Новосибирска. Михаил Якимов, Денис Савинский, Даниил Смирнов. Новосибирская неделя. Публичные слушания были, есть и будут, вопреки слухам об их отмене. И все же федеральное законодательство разрешило муниципалитетам решать, какие вопросы градостроительства обсуждать очно, на слушаниях, а какие перевести в виртуальное пространство. Так, новосибирские депутаты решили, что в городе есть узкие вопросы, для которых организовывать заседание нецелесообразно. Где должны голосовать дворовы, по интернету, в любое время. Оставили бы на публичных случаях, когда нужно мнение общегорожан, те, что касаются вопросов города в целом. Решение на сессии народные избранники приняли, однако единогласным оно не было. Я знаю, какие ответы приходят даже депутатам, какие расплывчатые, неконкретные, мне как-то что-то объясняют причинности. Но я понимаю, что совсем другое дело задать этот вопрос очно и войти в обсуждение этого вопроса. Онлайн-обсуждение, по идее федеральных законодателей, должно повысить прозрачность процедуры. Ведь каждый высказывающийся должен авторизоваться, доказать принадлежность к той или иной территории. Лоббировать интересы, как на очном обсуждении, собирая толпу случайных людей, уже не получится. По заверениям депутатов, к обеим формам – очным публичным слушанием и заочным публичным обсуждением – исполнители будут относиться одинаково серьезно. Выпускники Аграрного университета остались без дипломов уже перед самой защитой. Речь о семидесятках пятикурсников. Рособорнадзор лишил вуз агредитации по направлениям правоохранительной деятельности и таможенное дело. И хотя в университете утверждают, что недочеты несущественные, контролирующее ведомство запретило выдавать дипломы. Студенты, потратив на обучение пять лет и деньги, теперь ищут способы получить заветные корочки. Мы можем сейчас перевестись на бакалавров, это четыре года обучения, получить там дипломы. Но мы уже отучились пять лет, еще лишний год проучились, и мы получим бакалавриат. И так как все планировали в дальнейшем работать в системе МВД, с уровня бакалавриата будет сложнее туда перевестись. Пока студентам дали три месяца, чтобы принять решение – уйти в другой вуз на такую же специальность или перевестись на иное направление в том же университете. Правда, новосибирские вузы отказались принимать выпускников аграрного. А вот студентов младших курсов по неаккредитованным направлениям теперь переводят на другие специальности целыми группами. Тех, кто изучал правоохранительную деятельность, будут учить как юристов, будущих таможенников возьмут на экономический факультет. В то же время в техническом университете думают о развитии мегаполиса. Ставку делают на современные технологии. Новое направление обучения поможет Новосибирску по праву стать умным городом, где все продумано, а многие процессы автоматизированы. Не устареют ли знания и навыки уникальных специалистов к выпуску – узнаем у гостя. С 20 июня стартует обучение по новому направлению – это цифровые технологии в государственном муниципальном управлении. Вот какая цель нового обучения, этого нового направления, что в конечном итоге получит город? В настоящее время в государственном муниципальном управлении активно обсуждается проблема перехода к цифровой экономике. Это модель управления хозяйством, максимально использующая компьютерные технологии. Факультет бизнеса вышел с инициативой, и на сайте вуза появилась строчка набора на эту программу. Две трети учебного времени на программе отводятся непосредственно к IT-технологиям. Это единое информационное пространство органов власти. И потом переход к программе предусловлен к новым форматам проблемы активности граждан в принятии решений, об создании информационных площадок, обсуждению проблем города. Выпускники факультета выполняют, ну скажем так, проекты в серьезных фирмах в виде сервисов. И вот, например, первый сервис – это где какой магазин нужно организовать, цены, кто может помочь в аренде, вплоть до составления бизнес-план. Ну, второй, например, маршрутизация доставок фирмами товаров, составлять оптимальные маршруты и доставлять продукты в срок. Не устареет ли все это в процессе обучения? Мировая статистика, которая говорит, что пять лет назад то, что создано, оно еще не устарело. Если больше, уже устарело. Поэтому я думаю, что нам такая проблема здесь не грозит. Общей проблемой внедрения цифровых технологий в быт, пожалуй, является некоторый разрыв. После использования помощников, сервисов и программ, горожанину приходится опять собирать какой-то пакет бумажных документов и куда-то опять его нести. Уж если мы внедряем что-то, давайте внедрять его от А до Я, а не от А до Б. Но начало положено. Мы же все видим великолепные услуги, которые нам представляют платежи коммунальные. Мы можем сидеть дома, отсуществлять массу операций. Спасибо за приятное общение. Уникальные киноленты о том, каким был и как жил Новосибирск в 1969 и в 1976 восстановили документалисты ко дню рождения города. Нашли мы в архиве фильм 1976 года. Это известный был фильм тем, что он снимался для презентации Новосибирска за рубежом. То есть его в Новосибирске не показывали, насколько я не знаю, в широком прократе во всяком случае. Там не было советской идеологии, как в других фильмах, пропаганды какой-то, то есть чисто какие-то факты. То есть такие общие названия, хотя в отличие от большинства фильмов того времени. В фильме редкие кадры и знаменитые люди. Американские астронавты миссии «Союз Аполлон», побывавшие в Сибири, академик и великий кардиохирург Евгений Мишалкин. А вот более ранняя картина «Новосибирский горизонт» – это вообще первый цветной широкоэкранный фильм о Новосибирске. Но поработать над цветом все равно пришлось, ведь пленки почти полвека. Теперь оба документальных фильма доступны в Ютьюбе. Говорят, Новосибирску повезло. Здесь пролегла Транссибирская магистраль. Впрочем, разве дело в одной магистрали? Ведь это Новая Сибирь и ее несметные богатства дали второе дыхание городу. А тем, кто уезжает из Новосибирска, мы говорим «до новых встреч». Не может быть, чтобы человеку, хоть однажды побывавшему в нашем городе, не захотелось приехать сюда вновь. Так нам кажется. Напомню, что в апреле этого года сибирские кинематографисты также презентовали отреставрированный фильм 1987 года. Кстати, именно три десятилетия назад День города в Новосибирске отпраздновали впервые. В Новосибирске, оказывается, долго вообще не было традиции отмечать день рождения города. В Советском Союзе были другие праздники. Все изменила перестройка. Но и тогда День города пришлось совмещать с государственными торжествами. Так, в 87-м в Новосибирске праздновали 70-летие Октябрьской революции. Поэтому День города назначили тоже на октябрь. Мы нашли уникальные кадры того праздника и пообщались с очевидцами. Сегодня 4 октября, воскресенье. С праздником вас, дорогие товарищи! С Днем города! 1987 год. Спецвыпуск киножурнала «Сибирь» на экране. Для режиссера Эллы Довлетшиной это был день совместного семейного кинотворчества. Супруг, оператор, сын в кадре. Через прогулку мальчишек по городу документалисты и передают атмосферу праздника. У нас в это время сын ходил в фотокружок и вместе с друзьями они должны были сделать, им задание такое было, репортаж. Ну и мы сняли репортаж о том, как они на Дне города снимают вот этот фоторепортаж. Ну и соединили все одной такой линией, одной сценарной. Традиции Дня города в Новосибирске зарождались с трудом. Первую попытку отпраздновать предприняли в 1903 году. Выпустили фотоальбом к десятилетию Новониколаевска. Также отметили и 20-летие. А вот полвека отпраздновали в оперном театре в декабре 43-го торжественным собранием. В 78-м попытались устроить полноценный праздник «Славься, город родной». Однако официально традицию ввели только в 1987-м. Это был год 70-летия Октябрьской революции. Потому день города отмечали осенью. В преддверии 125-летия Новосибирска погода радует. В 1987-м, когда праздник отмечали впервые, октябрьские температуры тоже не помешали новосибирцам посетить площадь Ленина и прийти на набережную. Если сегодня роль основателя Новосибирска приписывают Григорию Будагову, даже не так далеко от набережной отреставрированная его контора, где он жил и работал, то в 1987-м говорили все чаще о другом инженере-мостостроителе, о Николае Гарине Михайловском. И будто бы именно он сам встречал посетителей в первый день города. Вот Гарин Михайловский проводит экскурсию для новосибирцев в символичном месте. Сто лет назад он проводил здесь изыскательские работы. Благодаря строительству железнодорожного моста через ОТ и было положено начало нашему городу. Позже здесь появится парк «Городское начало», а сама набережная получит название «Михайловская». В тот день города на Красном проспекте устроили парад автомобилей, а у монумента славы – смотр военной техники. Советские солдаты в то время находятся в Афганистане. А в Новосибирске, в районе нынешнего горнолыжного спуска «Горский» боевую готовность показывают танкисты. Тогда проводились авиаэкскурсии, например. С аэропорта «Северный» несколько раз вылетал самолет, который бороздил над городом, борожировал над городом. И, соответственно, можно было из окон, из больших посмотреть, что на город с птичьего полета. Ну, конечно, попасть на самолет было очень сложно, только по предварительным заявкам с предприятий, простой человек не мог. Ну, а люди, которые не смогли попасть на самолет, в метродепо, метро только открылось два года, было очень интересно. Не случайно в «Хронике» герои с удовольствием катаются в подземке. Вечером же внимание зрителей, как и сегодня, приковано к сцене. Но никаких приглашенных звезд, только местная самодеятельность. Вечером приглашаем вас на демонстрацию современных экстравагантных моделей причесок и показательные выступления танцоров в стиле брейк. Фейерверка на площади Ленина в тот день города не было. Залпы прогремели у реки. Салют по современным меркам не пышный, но для новосибирцев в 87-м – символ настоящего праздника. Вероника Иванова, Олег Мощевитин и Евгений Макаров. Новосибирская неделя. Такой мы увидели эту предпраздничную неделю. Как отметили юбилей, обязательно покажем и расскажем в следующем выпуске новосибирской недели. С днем города вас и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова